Всем привет, и это первая и финальная серия проекта Семерка. Мне написал подписчик и сказал, что у него есть для проекта Семерка капсула времени. Ну и я, недолго думая, поехал ее смотреть, тем более Семерок на проекте у меня никогда еще не было. И эта машина оказалась действительно в идеале с родным пробегом 70 тысяч. Сохранились все документы, даже кто первый раз запускал движок. Внешне и внутренне все отлично, теперь осталось на ней проехать. После поездки выяснилось, что ходовая часть полностью соответствует пробегу. Продавали эту машину за 100 тысяч рублей. Но мы купили данное чудо за 90. Сейчас заправимся, перекусим и едем домой. Наступила ночь, мы приехали домой, проехав 400 километров. Тем самым дополнительно проверив машину на 100%. Теперь внимательно посмотрите на эту тачку, и в конце проекта ее будет просто не узнать. Наступило утро, и мы снова выдвигаемся в Москву на поиски колес для Семерки. Конечно же попали в хорошую пробку, но это было не зря. Так как мы нашли практически новые 17 рельсы на хорошей низкопрофильной летней резине. Обычно такие колеса стоят 50-60 тысяч. Но мы купили за 35, так как самые первые успели приехать на это объявление. В общем, с покупкой данных колес реально повезло. Едем домой и сразу же их установим, чего тянуть. Ну что, Семерка, ты готова к преображению? Ведь колеса меняют вид машины на 100%. Раньше Семерку на рельсах я видел только на картинке или на видео. Но теперь у меня появилась возможность установить их самому и посмотреть на это все вживую. Помните, в детстве мы играли в игру нефоспит Мосвантед, где тюнинговали тачки? Так вот, теперь эта игра превратилась в реальность. Ну что, и вы только посмотрите на эту красоту. Это однозначно самые лучшие колеса для тюнинга Семерки. Торусы, камрики, вертушки, это все не то. А вот именно рельсы, особенно 17-е, для нее просто созданы. Поверьте мне, машинами я занимаюсь давно и за колеса уж точно шарю. Пока мы ездили по своему городу, машина ловила просто космические взгляды. Сразу заправили полбака, чтобы до приезда победителя уж больше не заправляться. Обкатку колес прошли, едем тюнинговать тачку дальше. По пути поехали и купили новый аккумулятор 75-ку. Так как старый аккумулятор практически пришел в негодность. Пробуем запустить движок на этом АКБ. Просто с полточка. Также в этот день нашел готовый сап с усилителем и всеми проводами. И этот готовый сап не обошелся всего в 19 тысяч рублей. Сразу же попробовали запихнуть его в багажник Семерки. И в лес он потрясающе, даже еще осталось место. Далее поехали и купили полировальную пасту. Сразу с новым полировальным кругом. Ну и наконец-то мы попали в магазин Автозвука. Сейчас будем закупаться для Семерки. Купили мы много чего и в конце видео расскажу, во сколько это все обошлось. В этот раз подошли к этому делу более кропотливо. Итак, купили новые подиумы для динамиков и для рупаров. Далее сами рупара фирмы Мачете. Передние динамики Урал довольно-таки неплохие. Новая процессорная магнитола на Камиче. Брали такую в 99-ую, нам очень понравилось. Далее предохранитель на САБ силовой провод. Далее это регулировка САБа в салоне. Колокольчики фирмы Мачете. Разные переходники и фишки. Ну и сам САБ, который я купил уже вместе с усилителем. И пока что музыка мне обошлась всего в 36 тысяч. Но кое-что еще нужно будет докупить. Много чего купил, много чего заказал. Теперь непосредственно приступаем к работе. Первым делом мы попробуем отполировать Семерку и посмотреть, будет ли от этого хоть какой-то смысл. Так как многие говорят, что разницы особо не будет. Итак, для начала машину надо хорошо помыть. Конечно, лучше всего для этого нужна профессиональная химия. Даем ей поработать минут 5 и смываем. Итак, машина помыта и она высохла. И сначала мы попробуем отполировать капот. И перед этим его нужно хорошо обезжирить. Далее берем новый полировальный круг. Приклеиваем его на полировальную машинку. Открываем баночку с полировальной пастой и начинаем его наносить на первый кусок капота. Также немного нанесем и на круг. Ну и теперь начинаем долго и упорно полировать. Самое главное, долго не передерживать круг на одном месте. Грубо говоря, полируем до тех пор, пока паста почти не исчезнет. А вот остатки пасты убираем сухой, чистой микрофиброй. На первый взгляд, разница кажется минимальная. Ну давайте отполируем весь капот полностью. Также обезжирили, нанесли пасту и отполировали. Ну что вам сказать, разница видна на процентов 5, не более. Кто мне писал об этом, оказался прав. Но если бы машина была темная, тогда разница была бы 100%. Но все равно полируем всю машину и также особенно стопаки. Так как после полировки стопаки уж точно преобразятся. И прошло и пары дней, а мне уже пришли первые ништяки. Ну и сразу же приступим к распаковке. А это у нас новый подлокотник полностью в кожзаме. И обратите внимание на дизайн. Примерно такой будет весь салон. Так, а что у нас в этой коробке? Я понял, это новая консоль, так называемая борода. Я заказал и простую, и тюнингованную. Тюнингованная, может быть, не успеет прийти до конца проекта. Далее новые повторители поворотников крылья. Никаких ОСЕ заглушек. Так, а тут что у нас? Честно, сам не знаю. Это у нас новая ручка КПП, также полностью в кожзаме. Далее по стандарту 3D EVO коврики, полный комплект. Ну и самые последние ништяки на сегодня это... Новые карты дверей, полный комплект, также полностью в кожзаме. Это были самые простые ништяки, которые я только заказывал на семерку. Ну а мы первым делом приступаем к установке музыки, и сначала нужно полностью разобрать салон. Так как провода нужно вести, естественно, под ковролином. Также ковролин будем стирать и менять обивки сидений. Так как я не думаю, что ковролин вообще когда-нибудь тут снимали. Сейчас разобрали багажник в семерке и увидели в некоторых местах ржавчину. И сейчас я покажу, как ее убрать за одну минуту. Итак, сначала нужно пропылесосить багажник от лишней грязи. Далее берем либо азелит, либо любой удалитель жира. И начинаем брызгать на всю ржавчину, которую видим. Прямо обильно брызгать не надо, так слегка. Теперь берем обычную губку и начинаем стирать ржавчину. Тут я специально не буду ничего ускорять, чтобы вы видели, что ржавчина действительно уходит на глазах. На самом деле это просто шикарный способ для данной процедуры. После этого убираем все лишнее ветошью. Вот и все, в принципе все готово. И вы только посмотрите, как было и как стало и все это за несколько минут. А в это время уже идет установка новой магнитолы полностью с нуля. И вот такую косу мы сделали в первую очередь. И как я уже говорил, уже второй раз покупаем и используем новую процессорную магнитолу Nakamichi. За свои деньги ничего лучше не существует. Вставляем уже готовые фишки и подключаем. На саму магнитолу пустили вот такой силовой провод. Все удачно, идем дальше. В это время моем что-то типа коврика в багажнике. И для этого опять же используем любой антижир. Далее подключаем саб и не забываем про предохранитель. Предохранитель мы подключили сразу же около аккумулятора. Готовим багажное отделение к установке саба. Все чистенько, все аккуратненько. Теперь уже смело запихиваем туда саб. Ну и сразу подключаем и проверяем. Вскрываем колокольчики фирмы Мачете. К сожалению, подробный процесс по всем движениям я не могу вмонтировать. Так как в инсту можно выкладывать серию не более 15 минут. Ну а мы подключили саб буквально за полчаса. Все работает лучше, чем предполагалось. Далее я снял отдельно супер подробное видео, которого нет в интернете. О том, как установить электростеклоподъемники на семерку своими руками. Это подробное видео выложено у меня в телеграм. Так что не забывайте подписываться на мой телеграм. Там еще куча полезных автолайфхаков. Ну что, проверяем всю работу. Когда мы включаем габариты, подсветка номеров загорается. Теперь проверяем саму работу подъемников. Кстати, если запустить движок, они будут работать еще быстрее. И на эту работу у нас ушло с нуля всего 3 часа. А сейчас внимание, ведь сегодня мне пришли самые главные ништяки на семерку. Если честно, до этого я даже и не знал, что на семерку такое существует. Первое, это руль, но не обычный руль, а под дизайн приборной панели и бардачка. Сейчас вы все поймете. И вы только посмотрите, какая красота. И он полностью в черном стиле. Так как у нас новая приборная панель и бардачок будет в оргстекле. А вот следующий ништяк, это что-то невероятное. Это полностью новая тюнингованная панель в оргстекле. Это реально красиво. А когда установим оргстекло и подключим, это будет вообще фантастика. Также тут для полной красоты добавлен фальш-планшет. В комплекте идут фишки, все подписано. Вот так фальш-планшет выглядит, подсветка будет белая. Следующий ништяк, это оргстекло с подсветкой на бардачок. В общем, скоро это все подключим, и вы и я будем в шоке. Пришло еще куча ништяков. И, наверное, распаковка вас уже достала. Но тут я также, как обычно, заказал рамки с подсветкой, где написано, семерку выиграл у Виталес колес. И еще куча разных ништяков, таких как эво-коврик-багажник. Очень толстая вибра, также для багажника. Новые обивки сидения, ну и так далее. Итак, мы приступили к сборке салона. И сначала мы вытащили старую приборную панель. Также будем устанавливать оргстекло с подсветкой на бардачок. Оно очень просто устанавливается, сначала нужно бардачок обезжирить. Далее отклеиваем двусторонний скотч, который идет в комплекте. Ну и легким движением руки осталось только приклеить его. Ну и отдельно оргстекло наклеивается на эту крутилку. Теперь приятное, снимаем защитную пленку. Кстати, новую приборную панель мы также установили. Посмотрите, вот так красиво теперь у нас выглядит бардачок. При подключении данной приборной панели была только одна проблема. Это подключить спидометр. Так как старой приборной панели на спидометр шел тросик. И нам пришлось все это переделывать, и на это ушло очень много времени. И сейчас мы выехали для проверки. Ну и видим, что теперь на этой приборной панели работает абсолютно все. И реально, вы посмотрите, как это только круто выглядит. Как тебе такое, Эйлон Маск? Далее будем полностью перетягивать все сидения. Для этого отрываем и снимаем старую обивку. Старую обивку сняли, и при натяжке новой самое главное присоединить ее вот в этом месте. Низ сидения перетянули. Теперь перетягиваем вверх сидения. Это также делается все очень просто и легко. Итак, на полную перетяжку всех сидений у нас ушло не более трех часов. А сделали мы перетяжку сидений для дизайна салона. И получилось действительно профессионально. Далее стелим в багажник, пока не забыли новый эво-коврик. Хоть это мелочь, а приятно. Далее приступаем к установке дверных карт и подиумов. Дверные карты устанавливаются очень просто на клипсы на родные места. Далее прикручиваем внутреннюю ручку двери. А вот теперь собираем и подключаем подиум. И посмотрите, какая красота вышла. И это все на семерке. Также установили карты дверей на все двери. Далее пылесосим весь салон. Теперь стелим на место ковролин. Ковролин в семерке состоит из двух частей. И пока один человек устанавливает центральную консоль и подключает все провода, мы быстренько зашумим багажник. Для этого мы используем очень толстую вибру. И перед тем, как прикатывать вибру, поверхность нужно хорошо обезжирить. Снимаем бумагу, прикладываем и приглаживаем. Ну и теперь осталось взять специальный прикаточный валик и хорошенько прикатать всю вибру. Багажник зашумили. Давайте посмотрим разницу. Далее зашумим вот этот пластик багажники. Осталось прикатать вибру на рамку номера. Также подготавливаем поверхность, отклеиваем вибру и прикатываем. Таким образом номер от саба будет греметь намного меньше. Просовываем провода и прикручиваем рамку. Теперь защелкиваем номер. Ну и конечно же, сразу подключили рамку к лампочке габарита. Переходим опять в салон и прикручиваем весь пластик. Также вывели регулировку громкости саба в салон. Далее поменяем руль и поставим такой, который будет подходить полностью под новый дизайн салона. Открутили, снимаем. Ну и теперь устанавливаем и прикручиваем новый, который на 100% подходит в семерку. Не забываем подключить все фишечки. Ну и вот так вот эта красота смотрится и гармонирует. Дизайн салона действительно на высоте. Далее можно смело устанавливать и прикручивать все сидения. Как я и говорил, обивка сидений будет тоже гармонировать с салоном. И наконец-то пришло время поменять старую ручку КПП. Новую ручку я вам уже показывал. Это просто супер. И после установки сидений можно устанавливать бардачок. Вот так он гармонирует с обивками и картами дверей. Далее берем очиститель хрома. Наносим на губку и начинаем натирать весь хром. Конечно же затонируем передние стекла. Приведем в порядок все скрытые места в автомобиле. Уберем грязь специальной химией и кисточкой. Осталось помыть машину и едем смотреть окончательный результат. Ну что вы готовы? Встречайте, проект семерка полностью закончен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь быстренько послушаем музыку, подключаемся по Bluetooth. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok День участников на розыгрыш семерки начнется уже в эту среду 27 июля. Ровно с 9 часов по московскому времени. Так что всем желаю супер большой удачи. Все, всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте дать свою оценку этому проекту. Всем пока. Надеюсь, вы получили удовольствие от просмотра. Кстати, посмотрите, как запускается движок на этой тачке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА